Геймрэнкс представляет вам 10 тем, которые считаются табу среди некоторых геймеров. Да, есть кое-что, что даже в мире видеоигр считается безумным или зазорным, и игроки не хотят даже говорить на эти темы. Так что давайте перейдем к 10 пункту. Есть такая установка, что ничего плохого про олдскульные игры говорить нельзя, и все хорошие классические игры автоматически гораздо лучше, чем игры современные. И это легко объясняется ностальгией по старым играм. Но, хотя среди них действительно много хороших игр, они не должны иметь автоматический иммунитет к критике. Вы вообще давно запускали старую игру на Нинтендо? Часть из них имеют неплохую графику, часть из них хороший геймплей, но в большинстве случаев ни того ни другого, так как клевая восьмибитная графика не делает их автоматически хорошими играми. Под номером 9 у нас друг Суфлёр. Да, нам нравится гостить друг у друга и играть вместе. Иногда даже вдвоём проходить синглплеерную кампанию. Но вот что не нравится ни мне, ни другим, так это когда кто-то сидит и говорит тебя под руку, пытаясь дать какой-нибудь совет. Просто заткнись и дай мне поиграть. Нет ничего более раздражающего, чем терпеть неудачу в игре вновь и вновь, и слышать от кого-то, что ты делаешь всё неправильно. А у него или неё даже геймпада в руках нет. Закрой уже хлеборезку и не мешай. Особенно, когда играешь в Dark Souls. Никогда не пользуйтесь советами друзей, когда играете в Dark Souls. Номер 8. Множество игроков считают, что нельзя говорить плохих слов про Valve или Гейба Ньюэла. Да, все ПК-игроки готовы славить Лорда Габена денно и ночно. Да я и сам приносил ему жертву кровью. Но это не значит, что он идеален. И вовсе не значит, что Steam идеален. И мы должны много критиковать Steam, чтобы он был настолько хорош, насколько он вообще может быть. Ведь были же какие-то неполадки с Greenlight'ом. Да и процесс возврата средств не идеален. И мне кажется, что геймеры как раз должны об этом много говорить. Как и о многих других проблемах, существующих в игровой индустрии. Так что не бойтесь поднимать вопросы касательно спорных моментов у Стима или касающихся Гейба Ньюэла. И получать то, чего вы требуете. Номер 7. Знаете, что однозначно табуировано? Поддержка микротранзакций. Просто не поддерживайте их. Особенно, если игра консольная. Не покупайте дополнительных пушек, не принимайте участие ни в каких микротранзакциях, которые были придуманы лишь для того, чтобы выкачивать из вас все деньги. Да, в некоторых играх на ПК активно процветают микротранзакции. Например, в Team Fortress 2 или League of Legends. Но в большинстве случаев все дополнительные DLC – это никому не нужная хрень. И большинство игроков даже слышать ничего не хотят про такую вещь, как загружаемое дополнение или микротранзакция вообще. Просто запишите весь контент на диск с игрой. Нам этого не хватает уже лет 5 или 6. И номер 6. Что не обсуждается среди некоторых игроков в ММО-играх – это покупка золота. В некоторых играх данного жанра по-настоящему процветает продажа внутриигровой валюты за реальные деньги. В некоторых играх подобная система действительно хорошо сбалансирована. Но сам факт того, что тебе предлагают заплатить, чтобы не заниматься грайндом, вызывает не самые приятные мысли. Ведь в ММО грайнд – это нормальная составляющая геймплея. И если ты хочешь проскочить через эту стадию и не гриндить, что ты вообще забыл в ММО? Номер 5. Для многих табу, а для меня эта тема – любимая мозоль. Я говорю об обращении с дисками. Положить диск на стол, читаемый поверхностью прямо на столешницу или положить диск с игрой в неправильную коробку – все это просто выводит меня из себя. Не вздумайте даже положить мой диск с GTA V в блюрейный стилкейс из-под человека из стали. Ничего так не выводит из себя некоторых геймеров, которые коллекционируют игры, как плохое обращение с дисками. Будь это то, как вы их держите в руке или отпечатки пальцев на поверхности, или же просто складирование их в кучу. Относитесь с достоинством к дискам. Они содержат всю информацию и доступ к волшебному миру игр, в которые вы собираетесь играть. Так что не обижайте их. Номер 4. Для многих геймеров является табу даже сама идея начать играть в Clash of Clans. Да, эта игра многими воспринимается как еще одна новая игра для мобильных платформ, не больше. Как мне кажется, существует золотая середина между тем, чтобы играть в хардкорные игры или в же в казуальные мобильные игры на стороне. Но просто уже факт того, что у тебя есть iPad и ты играешь в Clash of Clans, почему-то автоматически вычеркивает тебя из списка настоящих геймеров. Конечно, это еще под огромным вопросом, потому что технически ты играешь в видеоигры, но просто Clash of Clans недостаточно хардкорен. Но в итоге это ведь не имеет никакого значения. Если рассуждать здраво, то казуальные игры могут привести людей в более хардкорные игры. Номер 3. Что не является однозначным табу для всех геймеров, возможно в соотношении 50 на 50, так это ежегодная покупка Call of Duty. Да, очередная игра серии выходит каждый год, но одна часть геймеров относится с неодобрением к другой части, которая постоянно играет в Call of Duty. Я среди этих мнений где-то посредине. Но я определенно понимаю, чем руководствуются обе стороны. У Call of Duty просто огромная аудитория игроков, от хардкорных до казуальных, так что разница во мнениях будет заметна. Для многих игроков однозначно под запретом сам акт покупки очередной игры серии каждый год. Потому что в большинстве своем для многих игроков особых изменений в новой игре, чтобы заплатить за нее полную стоимость, просто чересчур мало. Некоторые себя из-за этого чувствуют просто обворованными. Лично мне нравится проходить одиночные кампании, но я тот еще извращенец. Call of Duty и другие ежегодные франшизы зачастую даже не замечаются геймерами, потому что это может выглядеть как поспешная попытка побыстрее наклепать новую игру ради самого ежегодного релиза. Под номером 2 табу широко распространенная среди игроков, играющих в шутеры от первого лица на ПК. Играть в них, используя геймпад. ПК-игроки этого явно не одобряют. Не делайте этого. Зачем использовать контроллер для чего-то вроде Counter-Strike? Для консолей дела обстоят по-другому, ведь альтернатив-то у вас нет. Но на ПК? Чувствительность мышки на ПК просто невероятная, так что отрицать этот факт будет просто глупо. Однако я уверен, что есть такие люди, которые просто не замечают этого факта и зачастую играют в игры на ПК при помощи геймпада. Это довольно специфичная тема, ее можно долго обсуждать, но касательно этого положения ПК-игроки чувствуют себя очень уверенно. И раз мы уже заговорили про игру на ПК, то перейдем к первому пункту – играть на Маке. Фу, компьютеры от Apple недостаточно хардкорны, чтобы на них играть, верно? Кому-то не нравится, что у маков не хватает возможности кастомизировать свой компьютер для того, чтобы выжать от игры максимум, а кто-то даже не хочет с ними морочиться. Но с другой стороны, есть и те, у кого есть MacBook, и он хочет просто поиграть в какие-нибудь инди-игрушки на своем Маке. Многие инди-игры хорошо идут и на относительно стареньких маках, так что это очередной пример разделения мнений. И в конце концов, все равно будут играть в те игры, в которые хотят играть на тех платформах, на которых они захотят в них поиграть, и все они будут критиковать и тыкать пальцем в несогласных, потому что мы все имеем право выражать свое мнение. Это были 10 вещей, табуированных среди геймеров. Все эти ситуации с играми зачастую вызывают неоднозначную реакцию, особенно табу внутри гейминговой культуры. Так что нам интересно услышать ваше мнение. Какие запреты в видеоиграх есть у вас с друзьями? Обязательно дайте нам знать. Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам на патреоне, а также подписаться на нас на ютубе и вконтакте.